Варенье Как известно, варенье – традиционный десерт у восточных славян, а также народов Закавказья. Это лакомство не характерно для Западной Европы. Итальянцы с просторов Ютуба смогли попробовать некоторые его виды. Бабушка сказала «кушай». Бабушка, мы сейчас арабия бабушка. Бабушка разозлится. Бабушка разозлится. Первое блюдо – варенье из одуванчиков, или, как многие называют, одуванчиковый мед. И некоторые итальянцы заметили сходство, а вот Александра сравнила его с желе. В целом отзывы о десерте из цветов были положительными. Далее – варенье из сосновых шишек. Вначале интерес у иностранцев вызвал не состав, а размер самих шишек. Правда, шишки никогда такие маленькие не видел. Они съедобные? Дарио был удивлен, что в России едят шишки. Попробовав, он не выразил восторга по поводу вкуса. В отличие от других, которым варенье, что называется, зашло, несмотря на специфичность состава. Попробуем шишку. Ребята, это просто отпад. А шишка мягкая. Потому что я шибишкий мужик. Перед тем, как попробовать варенье из кабачков и лимона, итальянцы долго пытались угадать, из чего оно. Кто-то сравнил его с луком на вид, а кому-то состав напомнил зубы. После дегустации многим такой десерт пришелся по вкусу. Лимонная корка весь вкус кабачка перебивает. Шоколад с вишней. Именно так прозвали десерт из черемухи, который, кстати, вызвал неоднозначную реакцию. Кому-то варенье понравилось, а вот многие были разочарованы послевкусием. Как называется это дерево? Черемха. Вкусно. И последним десертом стало варенье из черной смородины, которое сравнили с вишневым. Лакомство не вызвало удивления, так как оно схоже с тем, что едят сами итальянцы. Конечно, многие скажут, что это лишь малая часть того ассортимента, которым можно удивить. Сейчас то самое время, когда варенье, всеми любимое с детства, начинают готовить. И уж нашим хозяйкам есть чем порадовать собственную семью. От вишневого и малинового варенья, клубничного и абрикосового джема, слив в шоколаде и многих других сладких яств отказаться очень сложно. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.